Время новостей Татарстана Время новостей Татарстана Впервые фестиваль «Волга-Волга» прошел на территории болельщиков Как футбольная атмосфера смешалась с муссоткальной Альбина Винебаева Место встречи с земля в Татарстане сегодня открылась Главная агротехническая выставка по Волжье – День поля Здесь агрария делится своими разработками Покупатели выбирают технику для хозяйства А ученые рассуждают, какие еще нужны инновации, чтобы повысить урожайность На форум заявилось 152 компании из России, Белоруссии и Венгрии Какие ноу-хау они представили в День открытия, расскажет Рамиль Шайдулин Пока по трубкам бежит вода Но если проект выстрелит, эта станция будет качать молоко Доильный аппарат, который еще и диагностирует мастит Самарские разработчики надеются, что их идею оценят фермеры В первую очередь из-за простоты Автоматически снимает и считает И сейчас мы готовим передачу данных на компьютер Электронная доильная, лазерные сканеры Все, что нужно аграриям, но еще точнее Сотни разработок компаний из России, Венгрии, Белоруссии Сегодня на главной агро-выставке по Волжье Дне поля в Татарстане Здесь будет много круглых столов встреч И вот такая форма работы, она очень полезна Стоит отметить, что выставка, хотя и профессиональная Все же местами перерастает в праздник Или что-то вроде фестиваля Вокруг играет музыка, а производители развлекают публику Здесь есть, что попробовать и есть, что обсудить Выставка плавно перетекает в форум Где уже ученые говорят о проблемах органики и аграрной науки в республике Сейчас пшеница находится в фазе цветения Это высеяли уже в прошлом году с осени Вот если вокруг посмотреть, то земля пшеница осталась только у нас Гордость селекционеров В этом году тандем ученых и агрономов Почти создал готовый аналог западных штаммов для защиты зерновых Но вместо 15 миллионов долларов их препараты будут стоить всего 1000 рублей Мы надеемся, что мы создадим татарстанские биопрепараты И не только для защиты растений, но в первую очередь для контроля стрессов у растений А вот так картофель растет в пробирках Агрономы сегодня оздоравливают семена, заново выращивая его в лабораториях Начиная с пробирочного материала Это с пробирочного материала мы начинаем работу и доводим до элиты День поля этого года разбит на несколько тематических зон От растений и водства, где аграрии выбирают новые сорта До механизации, где они же смотрят на новые виды машин Не только посмотреть на технику, но и провести на ней небольшой тест-драйв Для этого здесь нет никаких проблем Главное иметь хотя бы минимальный опыт вождения И хотя бы 6 личных соток Ведь такие машины, они все-таки для огородов Когда не общаешься, не видишь, что отстаешь на полкилометра всегда А когда здесь появился, уже какая-то информация появляется и движение идет Я третий год приезжаю сюда Для меня это уже традиционное место для деловых агродискуссий Как обычно, мы смотрим, как Татарстан совершает агрокультурную революцию В этом году на это два полных дня Сегодня гостей Дня поля, еще ждут мастер-классы Завтра круглые столы Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Лаишевский район За труд и вклад в успешное развитие республики и страны Трое наших земляков удостоены государственных наград России Из рук президента страны в Екатерининском зале Кремля Их получили 30 россиян Среди них ветеран нефтехимии Бывший ведущий инженер-технолог Нижнекамск-нефтехима Надежда Шаблина Получила орден дружбы президенту федерации тенниса России И почетному гражданину Казани Шамилу Торпищеву И директору КАМАЗ-автоспорт Владимиру Чагину Орден за заслуги перед отечеством третьей степени Они говорят, Россия, спасибо Сборная Германии по футболу обратилась к болельщикам После вылета команды с чемпионата мира Уважаемые болельщики Мы так же разочарованы, как и вы Чемпионат мира проводится каждые 4 года И мы так много планировали Написано в заявлении сборной Германии в Твиттер Ваша поддержка была великолепной Как в Германии, так и на стадионах В Рио мы праздновали вместе Но спорт включает в себя поражение и признание Когда противники были лучше Благодарим Россию за гостеприимство Подчеркивается в сообщении Тем временем корейцев не перестают поздравлять Их буквально носят на руках Как, например, мексиканцы Представители Азии одолели Германию На чемпионате мира в Казани Неожиданный провал немцев Обеспечил участие в 1-8 финале для сборной Мексики Которая в этот же день проиграла Швеция Со счетом 3-0 Сразу же после своей игры в Екатеринбурге Мексиканские болельщики подняли на руки И стали качать одного из корейцев Похоже, и сам фанат из Южной Кореи Не ожидал такой реакции от счастливых мексиканцев Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер Назвал Татарстан одним из самых развитых и перспективных регионов И отметил уровень организации чемпионата мира по футболу Накануне он посетил Казань Вместе со своей невестой из Южной Кореи После экскурсии по столице Вместе с Руставом Минихановым Они смотрели игру на стадионе Казань-арена Снимки, которые выкладывал в своем инстаграм-президент Облетели всю новостную ленту Когда мы поинтересовались о том Какие у него прогнозы на этот матч Он в общем-то очень по-джентльменски Так деликатно Сказав, что несмотря при всем уважении к своей супруге Которой у него из Южной Кореи Он все-таки рассчитывает, что Германия в этом матче С преобладанием два мяча выиграет Результат мы с вами все знаем Чтобы вместе с футбольным праздником В Казань прилетели инфекция и вирус Сегодня в международном аэропорту Журналисты увидели работу Санитарно-карантинного пункта Его техническое оснащение позволяет Выявить заболевших пассажиров Для этого используется тепловизор Он отслеживает и измеряет Температуру тела прилетающих В Казань гостей Если она превышает норму, пассажира обследуют Что кроме багажа могут привезти В Россию туристы? Ответы у Сергея Хайдарова Примерно так пассажиров аэропорта Казань Видят специалисты санитарно-карантинного пункта Их глазами называют специальный прибор Он называется тепловизор И именно он определяет пассажиров С подозрениями на заболевание Ведь у таких в первую очередь повышается температура Везде футбол Середина дня В международном аэропорту Сотни иностранцев Пока колумбийцы ждут свой рейс Специалисты санитарно-карантинного пункта В работе Вирусы, инфекции, болезни, туристы с температурой Первые в списке подозреваемых С начала 2018 года Это уже около 30 граждан Было выявлено с признаками Схожими с инфекционными болезнями Естественно, мы проводим осмотр и опрос Сбор анамнеза у каждого больного Вместе с туристами в Казань Могут прилететь малярии, холера, лихорадка Список болезней бесконечный Чаще всего они попадают к нам Из стран Африки и Латинской Америки Пассажиры, прилетающие в Казань Проходят именно через тепловизирование Это место журналисты между собой Прозвали комнатой массовой проверки Именно сюда поступает картинка Со стационарных тепловизоров Они работают почти как камера наблюдения При большом потоке людей Лучше не придумаешь При выявлении пассажира с повышенной температурой тела Вводится ряд карантинных мероприятий То есть мы выявляем его при помощи Портативного тепловизора После проверяем также обычными термометрами Вызываются бригады медиков Больного отправляют в инфекционную больницу Казани Вместе с ним и все, кто был в контакте Впереди ответственные матчи плей-офф Мундиаля А это новая волна болельщиков со всего мира Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань Несколько сотен жителей поселка в Казани Остались без воды Неделю им пришлось самостоятельно завозить воду Чтобы просто приготовить еду и постирать вещи Как говорят жители, ежегодно с наступлением жары Их краны пересыхают Знают ли о системной проблеме в городском водоканале И в чем причина перебоев с водой Альбина Солгараева выехала на место Летом, да, днем вообще нет воды А на прошлой неделе воды не было и ночью Говорит Наиля Удалова Это стало последней каплей терпения Спас водный накопитель, установленный в подвале Нам приходится раз в два дня его платно за свои деньги наполнять Вызываем водовоз Ну и за тысячу рублей нам полтора куба наполняют Водоканал обращались, но он отказывается подвозить воду Говорят жители Ситуация якобы не аварийная, а рядовая Но как оказалось, о проблеме все же знают Сегодня в поселке нам все-таки удалось обнаружить водовоз По словам водителя, сегодня сюда приехало три машины Объем этой цистерны 5 тонн В одни руки наливают столько, сколько необходимо Но этого на всех не хватит Выход прорубить скважины Но это стоит порядка 200 тысяч рублей Не каждый может себе позволить Такая же засуха и в близлежащих поселках Привольная и Вишневка В ливне здесь люди собирают дождевую воду Хорошо, что дождик прошел Вот видите, у меня здесь и свекла уже начала высыхать Вся жизнь в поселках начинается после полуночи Чаще даже под утро В это время вода по трубам Жители дежурят у кранов Кто проспит, тот не моется Шутят здесь Ночью 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 набираю Тоже только ночью успеем, если набрать Бак воды То вот и на поливку, и на умывку, и на все это Я в 3 часа ночью стою и закачиваю Водоканал, с которым у жителей договора, говорят, обращались и не раз Там льют воду в переносном смысле Одни обещания, влага исчезает, как только наступает жара И так уже 10 лет Не искупаться, не помыться Вот ко мне на чемпионат мира приезжали гости И вы понимаете, в тот день я их уже купала Вот то, что мы собирали когда-то воду В бочке уже ржавая вода была Я вот этой водой их купала За разъяснением водоканала обратились и мы В ведомстве считают, что проблему с водой жители поселков создали себе сами Сети водоснабжения в поселке Салмачи построены в основном стихийно самими жителями Без проектной документации и гидравлических расчетов Не закольцованы, проложены на малой глубине Это является причиной замерзания труб в зимний период Как следствие, происходят аварийные ситуации На всей протяженности сети имеется искусственное сужение диаметров трубопроводов Что является причиной отсутствия необходимого давления на верхних улицах поселка При этом жители не теряют надежды, ведь в районном исполкоме им сообщили Замена труб на новые предусмотрена Но точные сроки того, когда же в трубах зажурчит, как говорится, вилами по воде писаны Альбина Слагараева, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань Готовы потерпеть, лишь бы была дорога Дачники Нижнекамска дождались капремонта полотна, ведущего к садовым товариществам Разбитый асфальт, огромные ямы, непролазные лужи Скоро это останется в прошлом, благодаря республиканской программе Но не все так просто о проблемах, возникших при ремонте Далее репортаж Шум строительной техники, столбы пыли, пробки на дороге Неудобства садоводы готовы терпеть столько, сколько нужно Этого ремонта они ждали несколько лет Быстро, насчет качества ничего не могу сказать Но, по крайней мере, быстро Как начали они делать, быстро проходят Дорога будет хорошая И люди будут, настроение хорошее будет Сегодня работы на маршруте 121А Верхнюю стою асфальта сняли, дорогу залили битумом После обочины установят новые остановочные павильоны Финансирование капремонта по республиканской программе Выделено 42 миллиона рублей В этом году у нас дорога по маршруту Димитриевка 121А Додампа полностью И потом 106-й Д От Димитриевка направо уходим 106-й Д Эта дорога включена в программу И на это все выделено В этом году 42 миллиона денег А 106-й маршрут подождет Дорожники до него дошли, но свернули работы До следующего года Ремонт этой дороги к садовому товариществу Завершат к концу месяца Спешат, от этого больше сомнений в качестве работ Жалобы дачников в народный контроль и экологам Свозят землю с обочины в небольшой прудик Что соединяется с озером через дорогу перед конечной остановкой Спросил водителя, зачем сюда валите мусор Сказал решение начальства Куда экологи смотрят? Ну будет новое протухшее болото с вонючей жижей Неужели все равно? Хотели как лучше Этот пруд давно стал болотом Дорожники планировали его осушить Но раз садоводы против, работы прекращены Радик Вархулина Алина Мусин, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев ТНВ Нижнекамск Это новости Татарстана И вот о чем далее Выпускной вертолет на классу Отрасль нуждается в мощном прорыве И в мощном таком инновационном рывке Как авиационная отрасль ищет молодые кадры Слава Тухмадуля Впервые фестиваль «Волга-Волга» прошел на территории болельщиков Как футбольная атмосфера смешалась с музыкальной Альбина Винебаева В Татарстане создан новый комитет по охране объектов культурного наследия Указ подписал Рустам Мениханов Об этом в Твиттер сообщил руководитель пресс-службы президента Эдуард Хайрулин Комитет будет заниматься госуправлением в этой сфере Председателем назначен Иван Гущин Ранее он занимал должность замначальника управления президента Татарстана По вопросам антикоррупционной политики Сегодня стало известно В региональное министерство образования пришли новые учебные планы От Министерства просвещения России Пока для изучения и последующих рекомендаций Согласно проекту на изучение родных языков Могут выделить только час в неделю И появится второй иностранный язык Сегодня на брифинге в Доме правительства Журналисты поинтересовались позицией Казанского Кремля По данному вопросу Существует рабочая группа в Министерстве просвещения В которой в том числе входят два представителя Министерства образования Республики Татарстан Которые также принимают участие в формировании учебной программы Пока мы говорим только о этапах обсуждения Предложений, окончательных документов нет Владимир Жириновский, лидер ЛДПР Снова высказался в адрес Татарстана При этом не изменил себя В интервью блогеру Чингизу Арахимовичу Он в свойственной ему эксцентричной манере Негативно отозвался о нашей республике и ее народе Я сторонник того, чтобы у нас в названии территории Не было бы национальных признаков Вот Петр Первый создал губернии Была Казанская губерния Это советская власть ввела понятие Татарстан Если будут национальные названия Это будет в будущем путь к сепаратизму Я считаю, что будущее человечества Это чтобы мы все перемешались Серьезно? Да Чтобы был один народ Все бы жили бы один народ Не надо никакой национальности Вера Это язык Мы придем все к какому-то общему языку Когда смешанные браки Это самое лучшее решение национального вопроса Как обособлено Вот только наш народ Не надо никого приводить Только так Это только будет вести к обособленности Это не надо Поэтому очень хорошо Если бы Все бы женились на представителях других народов Друг на другие И перемешивались Да Ну а не будет, так сказать, сопротивление между друг другом Что одна семья Ну то есть вот вы как к этому отнесетесь? Там будет полностью татарская семья? Да, ради бога Только положительно Положительно и все Я буду только рад Это никакой проблемы нет Абсолютно Поколение В Сегодня на Казанском вертолетном заводе Отметили выпускной вертолетные классы Больше 50 школьников Два года участвовали в олимпиадах Каждый день учили физику И практиковались в заводских цехах Где будут учиться будущие инженеры И почему авиационный кластер Нуждается в молодых кадрах Салават Мухаммадуллин Рычаг управления Пока друзья видели их только в небе и в интернете Эти школьники уже знают Где собирают винтокрылые машины и как Они проходили практику на вертолетном заводе Постигали азы инженерной графики И точно знают свою будущую профессию В КАИ на целевое От вертолетного завода А дальше работать как? Ну если целевое подразумевает Что работая на вертолетном заводе будет Я планирую идти в КАИ учиться А дальше уже думаю пойти работать на вертолетный завод Учиться будешь на кого? На программного инженера Ни в школе, ни в ресторане И даже не на набережной Их выпуск проходит в малярном цехе В этих боксах серые вертолеты Получают свой товарный вид Так школьники выпускаются там же Где и плоды их будущей работают Девушки среди будущих инженеров Не редкость Авиационный кластер нуждается в кадрах И здесь не до сантиментов Отрасль нуждается в мощном прорыве И в мощном таком инновационном рывке И естественно нужен мощный потенциал Который сочетает в себе сплав И опыта, и новизны, и нового взгляда И важно, что многие из выпускников Остаются в Сатарстане Сегодня вертолетные классы закончили 53 школьника 13 из них уже точно поступят в КАИ А после их уже ждут работодатели Мы со своей стороны хотели Им, наверное, чуть-чуть дали Расширили ваши возможности Дополнительные какие-то знания И использоваться они будут На экономическое благо республики Словат Махмадуллин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Им жара не беда Кышбаба и Каркызы Собираются принимать гостей В своей резиденции на берегу реки Ия Не только зимой, но и летом Намерения сказочных персонажей Сегодня представили в Казанском пресс-центре Чемпионата мира по футболу Зимний волшебник вместе со своей свитой Закружили журналистов и волонтеров В хороводе Пели песни, плясали И все это в шубах и шапках В плюс 25 Как говорят, такое сенсационное возвращение И прием в неподходящую погоду Происходит по многочисленным просьбам детей В том числе и из-за рубежа Очень много детишек, которые приезжают из Канады Из стран дальнего зарубежья Да, ближнего Они все приезжают летом И все хотят посетить Вот сейчас вопрос встает Чтобы мы круглогодично работали Планируем в этом году, конечно, уже начать Приехавшим на матч Франции Аргентина болельщикам и иудеям Помогут отметить шаббат По всем канонам религии Об этом сегодня рассказал главный раввин Казани И Татарстана Ицхак Горелик Напомним, игра пройдет в субботу Святой для иудеев день Посетить матч Один из фаворитов турнира По данным Горелика Собирается внушительное число Представителей еврейских общин Разных стран мира Только из одного Израиля По городам России Путешествует более 15 тысяч болельщиков В Казани мы готовы Приложить шаббатнюю трапезу И провести все иудейские обряды Для этого созданы все условия Люди, которые были здесь Из Израиля, которые Они все, даже можно сказать, в шоке От того, что они видели здесь В хорошем плане Все отмечают вот это доброжелательное Как люди встречают их на улице И мы стараемся Добавить наш вклад Тоже в это Человек пришел сюда Что он хацаби улипка получит точно Может быть я не смогу помогать ему Найти место ночевать Они спросят Моется помогать Не знаю Но тепло Это дадим ему Это конечно Черным лебедям Компанию теперь составят Красные рыбы В Черное озеро Запустили японских карпов Любительское видео появилось в сети инстаграм Эти рыбы декоративные Таких часто держат в домашних аквариумах И украшают водоемы во всем мире Как правило красные карпы требуют особой прозрачной воды Как они приспособятся к среде казанского озера Остается загадкой Ледяные шайбы Им в помощь в казанском зоопарке Пересмотрели меню животных Все из-за жары Так 38-летнему бурому медведю Выписали препараты для нормализации давления И поддержки работы сердца А вот зачем им понадобились ледяные шайбы Узнаем из репортажа Ленара Геннатулина Малышка ласково называют эту медведицу Она любит мороженое И в эти жаркие дни Ее главное лакомство ледяные шайбы Охладить, освежить и поднять настроение Белые медведицы мы иногда замораживаем шайбы Со льдом, в которые вмораживаем рыбу Морковку, салат листовой То есть все ее любимое лакомство Малышке 23 года Все это время она живет в зоопарке К жаре хоть и привыкла, говорят работники зоопарка Но толстый слой шерсти, как шуба Животное быстро перегревается Ну жалко, жарко им Мне жарко, а им тем более жарко Соседи белых, бурые медведи Легче переносят жару И даже вылезают на солнце позагорать Он любит жару, да, и солнце Остальные... Загорает Жара продержится еще целую неделю в Казани Даже людям тяжело ее переносить А единственное спасение для медведей Это их собственный бассейн Ну что, Маш, как себя чувствуешь? Ленар Генатулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань Сегодня на территории Оле-Оле звучат песни фестиваля Волга-Волга И это впервые на фан-фесте Музыка сегодня здесь самая разная От рока, поп-рока до кавер-композиций Хедлайнер фестиваля Братья Гримм, как музыка и футбол Сегодня звучат в одном ритме Услышала и увидела Альбина Минебаева Фестиваль Волга-Волга В этом году весь в эксклюзиве Впервые на площадке рок-исполнения На татарском Три года организаторы шли Родному для Казани звучанию Человек живущий в Казани Он двумя языками должен владеть Ну так, на самом деле И на этой сцене выступали артисты До нас, отероязычные Мне, на самом деле, радостно Что хоть какие-то татарские артисты Выходят на эту сцену Исполнители от 7 лет И старше География приехавших Исполнителей От Москвы И до городов по Волжье Настроение, погода Все в лучшей форме Как там аудитория у нас? Казанская фан-феста? Да Видно, что люди Привыкшие к жаре Что ничем не испугаешь Как говорится Нас голыми руками не возьмешь Казанцы Казанскую И злую молодежь Заряжать пришлось сегодня Не только казанскую молодежь На одной площадке Жителями столицы И иностранцы Впервые за все дни В фестивале болельщиков Здесь настоящий фестиваль музыкальный А впервые за всю историю В фестивале Волга-Волга Он проходит И организован здесь На территории Болельщиков Музыка превосходна Фестиваль просто волшебный Очень хорошая погода И для любителей Латино Пришлось по вкусу Наши исполнители И кавер Группы музыка И футбол Сегодня в одном ритме И по словам Организаторов Фестиваля Это не случайно Драйв, который присутствует На фестивалях музыкальных Он схож Недаром На самом деле Очень много музыкантов Пишут гимны Для футбольных команд Пишут гимны Для футбольных сборных Мира И так далее То есть Вот эта музыкальная составляющая Футбольная Они очень завязаны Друг с другом Замечательно совпало Что Именно фестиваль проходит И На чемпионате мира И На такой сцене Это И вид И зрители В русской музыке Есть определенные Свои собственные Родовые признаки Я надеюсь Что Кто-нибудь В какую-нибудь Эфиопию Везет какую-нибудь Одну песню Пусть не нашу Но хотя бы русскую Солист группы Анимация Под занавес Музыкального феста Хедлайтер Братья Грим Ожидается Что они вместе Разделят сцену С группой Волга-Волга Рок и поп-рок Вместо Оле-оле Будут звучать здесь До полуночи Альбина Минебаева Ринат Сафин ТНВ Казань Далее Погодина завтра После чего на ТНВ Вызов 112 Я же прощаюсь с вами До вечернего выпуска Он выйдет в эфир В 21.30 Всего вам доброго Сборная России по футболу Проводят заключительные тренировки Перед матчем с испанцами На поле в Новогорске Вышли все игроки Включая травмированного Алана Загоева А все внимание Казанских болельщиков Приковано к двум футболистам Если Рубиновец Федор Кудряшов Уже отыграл за нашу сборную То выход Владимира Гранаты Еще только ожидается Окончательный список 11 игроков Мы узнаем непосредственно Перед матчем Игра состоится 1 июля В Лужниках Начало встречи В 17.00 Ну, наверное Какие-то слабые стороны Не нужно выделять Потому что групповой этап Это маленько другие игры И плюс Накал другой Сейчас будет матч на вылет Я думаю Команда сборной Испании Более ответственно подойдет К этому матчу В Казани прошел третий этап 1-8 финала Бои по правилам ТНА На ринге В результате нефтяряны В боях за выход в четверть финала Приняли участие бойцы Из восьми стран мира На этом этапе За место боролись Файтеры из России Бельгии, Испании Латвии, Молдавии Польши, Португалии И Сербии На заключительный поединок В тяжелой весовой категории Вышли Кирилл Корнилов И Томас Венесте Из Бельгии В тяжелом позиционном поединке Победу по итогам Четырех раундов Одержал россиянин И вышел в четверть финал В завершении баскетбола Уникс меняет состав Команда попрощалась Еще с двумя игроками Закончились контракты У сербы Данила Анжушича И габонца Стефана Ласме Соглашения не были продлены Их место занял 30-летний американский форвард Раймар Морган Из турецкого Тофажа Ранний Уникс покинули Георгий Шуховцов Новые контракты подписали Мелвин Эджем Джамар Смит Рентон Локет И Павел Сергеев Алмаз Гафиатов ТНВ Казань Здравствуйте Поговорим о погоде В ближайшие несколько минут И в начале выпуска Полезная информация Хотите качественную И недорогую кухню По вашим размерам Данил Мастер Исполнит ваше желание Успейте заказать Со скидкой 20% Данил Мастер Город Казань Улица Восстание 23 Телефон 2 167 166 По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке Татарстана Переменная облачность Без осадков 27 градусов Выше нуля На северо-востоке Нижнекамске Набережных Челнах Елабуге Будет тепло и сухо Также плюс 27 На севере Татарстана Менделинске Агрызи Менделеевске Солнечно И до 26 градусов Тепла На северо-западе Варске Кукмаре Балтаси Осадки не ожидаются Будет ясно И тепло Плюс 26 Для юго-запада Татарстана 29 июня Также будет теплым И сухим До 27 градусов Выше нуля В центральных районах В Чистополе Альметьевске Мамадыши Осадки не ожидаются Столбики термометров Покажут Плюс 27 В последующие дни Ветер сменит направление Температуры станут Немного выше Осадки не ожидаются В Казани Малооблачно И без осадков Температура воздуха 26-28 градусов Ветер северный До 2 метров в секунду Атмосферное давление 757 миллиметров Ртутного столба Влажность воздуха 41% Ожидается небольшая Магнитная буря Берегите себя Это вся информация О погоде В студии была Лейла Латыпова Увидимся на ТНВ Редактор субтитров А.Семкин